Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем изучать, как добавлять новые поля в таблицу атрибютов в программе QGIS. Для этого выбираем необходимый нам слой, нажимаем на правую кнопку мыши, открываем таблицу атрибютов. И в таблице атрибютов, как вы видите, указываются разные данные по разным странам. И для того, чтобы добавить новый слой, мы нажимаем на режим редактирования, в панели инструментов находим новое поле. Здесь высвечивается окошко «Добавить поле» и здесь даем название к новому полю. Пусть будут это данные по воде. И здесь мы можем выбрать тип, то есть это число, либо текст, либо дата. Здесь выберем текст, и здесь длину указываем максимальное количество букв, которые мы можем использовать. Окей. И здесь уже появилось новое поле, и здесь для каждой страны мы вводим новые данные. Например, я просто напишу, вот вон. И как вы видите, я только указала данные для Афганистана и Анголы. И останавливаем редактирование. Сохраняем. И закрываем окошко. И для того, чтобы выделить именно эти объекты, по данным по воде, мы проходим к свойству. Здесь выбираем уникальные значения. Здесь выбираем уже атрибют по воде. Здесь выбираем градиент. Пусть это будет магма. И уже классифицируем. Вот эти другие можем удалить. Вот у нас появились два значения. Это what's in one, what's in two. Применить. И окей. И как вы видите, уже появилось вот здесь Афганистан и Ангола. Так как мы указали только две страны. Указали данные, добавили данные к двум странам только. Ну вот таким образом мы добавляем новые слоя к таблице атрибютов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...